Духи сделали выбор. Они наделили меня силой защищать мою землю. Эта маска принадлежит не мне. Она наша общая надежда. В преддверии выборов в законодательное собрание Севастополя поговорим о партии «Единая Россия». Два последних губернатора города Севастополя являлись руководителями ее регионального отделения, которое представляет большинство в законодательном собрании города Севастополя. Все, что происходит в Севастополе, несет ответственность именно эта партия. Но что же такого великого они совершили? Задайте вопрос в интернете, что хорошего сделала партия «Единая Россия» в Севастополе, и вы не увидите ничего, кроме победы на выборах. Но об этом мы поговорим позже. Зато коррупционных скандалов, невыполненных планов, проваленных ФЦП, сколько угодно, в городе до сих пор нет очистных сооружений южные, которые должны были быть завершены в 2023 году. Нет медицинского кластера, который тоже в 2023 году должен быть завершен. Исторический бульвар находится в разрухе, что является сакральным местом для города Севастополя. Но об этом «Единая Россия» молчит или врет. Вот об этом мы с вами и поговорим в нашей программе «Зора». И что декларировала партия «Единая Россия» и как хорошо мы будем жить с вами в ближайшие 5 лет, ну и соответственно в будущем. Вот прошло уже 13 лет, два пункта мы с вами уже обсудили. Вот третий пункт я вам сейчас зачитаю. Доступное жилье для каждой семьи. К 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня своего дохода. К стране было доступно для каждой семьи. Ну, я так думаю, что здесь, в общем-то, и говорить не о чем. Все прекрасно понимают, что все жилье у нас в руках девелоперов, так называемые. Мне так нравится это название, столько ассоциаций с этим названием. Вот эти девелоперы, я считаю, это аферисты, которые наживаются на строительстве жилья. Я сам строитель, я знаю, сколько себестоимость строительства этого жилья. Все остальное, то, что идет, это либо идет в карман девелоперам, либо идет в карманы чиновникам, которые разрешают им вот это все строить. Мы знаем, что у нас в Севастополе нет генерального плана, поэтому это хаотичная застройка, которая выгодна и чиновникам, которые находятся у власти, и выгодна девелоперам. Они эти вопросы решают путем вот этих вот взаимоотношений, связанных на деньгах. И поэтому у нас неимоверными шагами растет вот эта вот стоимость жилья. И о чем я неоднократно уже говорил, что севастопольцам надо задуматься о том, что ждет их детей, потому что купить жилье своим детям, вот у вас, Александр Михайлович, внук уже взрослый был. Вот если вы ему не поможете, я думаю, у него шансов не будет купить жилье. Да нет, конечно. В Севастополе. А хотя это у нас законодательстве написано, что человек, если он тут родился, он имеет право на земельный участок, на все эти вещи. В Севастополе это нереально, потому что всю землю разобрали аферисты от власти, как у вас в украинское время называлось это законодательное собрание? Рада. Ну не Рада, у вас тут в Севастополе было городское собрание, или как оно называется? Госсовет. Госсовет. Вот там разобрали, я знаю, всю землю. А потом пришли эти технократы, как их называют, типа там какие-то умные руководители, и разбазаривают всю оставшуюся землю, продают ее тем, кто может за нее хорошо заплатить, причем продают ее дешево, как мы много раз говорили, и виноградники, и все на свете. То есть все касается их личных интересов меркантильных. Поэтому об этом вопросе я не знаю даже, что сказать. Это просто издевательство над людьми, это просто очередная профанация Единой России, которая там, как вы сказали, пропукарекала, и как бы независимые блоки. Что вы скажете? Мы уже говорили, как перед этим взором, что ипотечное кредитование у нас загнало молодые семьи в кабалу, а это ипотечное кредитование загнало остальных жителей Российской Федерации в кабалу. Вот что мы говорим. Главные движущие силы и интересы государства у нас представляют банкиры, олигархи, которые заинтересованы в получении максимальной прибыли. А на сегодняшний день быстрые деньги, где у нас? Наркотики, бензин, нефть, что там еще? И строительство. Вот у нас с выпученными глазами кинулись в строительство, чтобы за короткий промежуток времени получить максимальную прибыль. А за счет, опять же, за счет кредитования народ не купит квартиру за 10 миллионов. 50 квадратных метров стоит 10 миллионов рублей. Где кухаркины дети заработают такие деньги? Нигде. И вот на сегодняшний день банкиры, опять же, загнали народ в кабалу. Банковскую кабалу. То есть, они им дали деньги. Я положил им квартиру. Дай бог рассчитать. А если я не рассчитаюсь, то они забирают эту квартиру. И деньги себе не вернут. Да, и деньги себе мне не вернут. А себе они приумножат. Квартиры у нас растут в геометрической прогрессии. И банки заинтересованы увеличением кредитования, а не уменьшением процентной ставки. Это банкир на это не пойдет. И главную опасность для государства составляет банкир. Почему? Да потому что те бешеные деньги, которые они имеют, и не учтенные, это только в банках. Которые заточены на получении максимальной прибыли. А как таковое у нас на сегодняшний день, де-факто числится государственные банки, а до юра это нет. 51% акций якобы имеет государство, а 49% имеют потусторонние лица, которые заинтересованы в получении максимальной прибыли. В том числе и Сбербанк, который является якобы государственным. И вот та политика, проводимая ГРЕФ, мы сейчас на своей шкуре ощущаем. К чему мы... По ГРЕФу мы еще поговорим. Нет, я не говорю про банкир. В общем, одним словом, уважаемые друзья, прежде чем идти на избирательный участок, хорошенько думайте, взвешивайте, приходите обязательно на участок, голосуйте, не отдавайте свой бюллетень аферистам разного пошиба. Не давайте возможности политтехнологам и имиджмейкерам от Единой России фальсифицировать очередные выборы. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...